Качество, комфорт и экономия. Применить такую формулу на практике – задача для специалистов концерна гор Теплосити. Во всех районах города реконструируют котельный и обновляют оборудование. Не забывают и об энергосберегающих технологиях. О работе с теплыми намерениями. Инна Гогой. Котельная по улице Чубанова 3D обеспечивает горячей водой всех жителей южного микрорайона. Это более 30 тысяч человек. В часы пик в некоторых домах возникали проблемы с качеством и объемом подачи воды. Чтобы решить этот вопрос, тепловики взялись за реконструкцию. Работы проводили в несколько этапов. Привили в порядок трубы, установили современные теплообменники и заменили насосы. Это позволит экономить электроэнергию, обеспечивать необходимый запас воды и повысить качество подогрева. Сейчас тепловики меняют на котельной аварийный бак-аккумулятор на новый. Это обеспечит достаточно высокое качество горячей воды и его бесперебойность. То есть бак-аккумулятор обеспечит те пиковые нагрузки, когда вечерние, праздничные, выходные дни покроют полностью, независимо от того объема, который будет потреблять население. На улице Матросова 21Б тепловики провели модернизацию центрального теплового пункта. Новое оборудование позволит регулировать подачу тепла в зависимости от погоды за окном 15 домам Орженикидзовского района. Была разработана схема, которая позволяет все дома, которые подключены от этого центрального теплового пункта, обеспечить теплоносителем по температурному графику, погодное регулирование, чтобы жильцы не тратили это тепло попусту, открывая фоточки. В концерне подсчитали, такая модернизация позволит запорожцам забыть о душных помещениях, а тепловикам сократить потребление газа. Сэкономят жители домов, оснащенных тепловыми счетчиками. «Программу мы эту ведем уже несколько лет. Нами сейчас в Коммунаровском районе котельная Парамонова, квартальная районная котельная, там выполнено такое техническое переснащение на 8 центральных тепловых пунктов. 218 жилых домов, 17 школ, 16 детских садов, 10 больниц». «Сегодня в соответствии с задачами, поставленными президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем, касательно обеспечения качественными услугами всех людей, всех жителей и населения вне зависимости от зоны их проживания, сегодня в городе Запорожье уже проводится большая значительная работа в сфере водоснабжения, теплоснабжения и ряд других предоставлений услуг». В этом году тепловики установят новое оборудование еще на одном центральном тепловом пункте Аджанькидзовского района. Также трудятся над подготовкой проекта по модернизации еще 10 таких же объектов. Работу планируют выполнить уже в 2014 году.